В Ивановском музыкальном театре состоялось торжественное открытие 22-го фестиваля Дни российской культуры. 400 концертов, выставок и музыкальных вечеров состоится во всех городах и районах области. Главные выступления мастеров искусства пройдут в Иванове и Кинишме. Порой нам не удается много концертов провести на выезде, я имею в виду мастеров искусства. Кинишме большой фестиваль, но мастеров искусства нам не всегда удается вывезти куда-то по причине ограниченного бюджета. В этом году нам удалось Владимира Винракура туда вывезти и Ксению Левину. Ивановцы, пришедшие в музыкальный театр в субботу, смогли увидеть оперу Александра Городина «Князь Игорь». Эта историческая постановка впервые за последние 10 лет появилась на московской сцене, и теперь ее смогли увидеть ивановцы. В опере «Князь Игорь» было задействовано 160 человек. Это артисты хора, музыканты, солисты. Такой большой коллектив с трудом разместился в стенах Ивановского театра. Желающих послушать оперу собралось немало. Свободных мест в зале музыкального театра почти не оказалось. Организаторы фестиваля отметили, что целенаправленно сделали цены на концерты демократичными. Бюджет фестиваля складывается из дотации, которую специально на фестиваль дает проект Севанской области. Значит, это порядка двух миллионов. Вот. И плюс внебюджетные источники, то есть это средства продажи билетов. И поэтому наши билеты на наши концерты фестивальные, они очень дешевые. Самый дорогой билет – это 1200 рублей. Но есть концерты, где 200 рублей билет стоит. Продлится фестиваль Дней Российской культуры до 4 ноября. За это время в зале филармонии выступит дуэт «Арт-классик». Свой концерт даст лауреат международных конкурсов, пианист, дирижер Андрей Гаврилов. Завершится фестиваль выступлением хореографического ансамбля «Березка». Любовь Почерникова, Владимир Пушляков, РТВ Иваново.